Так, ну что, ребяточки, сегодня Пасха, я ничего не делала, в общем, не готовила, кроме лепёшек, будем пробовать красить яйца. Так как белых нигде нету, возьмём краски, попробуем маркерами, попробуем красками, посмотрим, где лучше получится, как и какой совет я бы дала. Да, понятно, что для яиц нужны специальные краски, но всё-таки я попробую это сделать гуашью и фломастером. На самом деле нужно яйца разукрасить, потому что если бы они были белыми, можно было бы нарисовать и лайнерами, но вот краска очень плохо накладывается на яйцо. Вот я попробовала толстым слоем нанести, так более-менее получилось, на одном яйце я попробую нарисовать маркером, а на другом яйце вот такими вот разноцветными красками. Самое сложное было реализовать мою идею серым яйцом, потому что там в серединке должно быть кое-что, потом я покажу. Кстати, если покрыть всё хорошенечко вот таким вот слоем краски, то маркер обалденно, просто потрясающе на него цепляется. И вот идея с серым яйцом, если бы оно было белое покрыто серым, было бы потрясающе красиво. Вот такое вот беленькое сердечко, а на другой стороне золотое. Это моё самое любимое яичко, оно получилось лучше всего. Ну что я могу сказать про покраску яиц? Конечно, профессиональные, скажем так, краски цепляются намного лучше, но если вы хотите проявить какое-то художественное своё начало, то почему бы и нет? И маркеры, и краски, ну, неплохо цепляются. В принципе, можно разукрасить красиво яйца, красивее, чем я, но у меня первый раз, если что, чтобы вы не подумали, что я там совсем криворукая, у меня ничего не получилось. И этим яйцом я абсолютно довольна. Оно самое красивое и самое любимое. А если бы ещё было белое, то цвет бы серый был просто обалденный. Очень бы хотелось увидеть ваши яички, к сожалению, прикрепить никак нельзя сообщение с вашими картинками. Ну, между тем, я думаю, что у вас всё красиво получилось. Желаю вам отличной Пасхи. Спасибо большое за просмотр.